Всем привет! В эфире программа «Краткий курс подготовки молодого бойца к грядущим событиям». Наши ученые говорят много и разное. Кто-то говорит, что будет всемирное потепление, кто-то говорит, что будет ледниковый период, экологическая катастрофа, экономический кризис, что будет голод. Но так или иначе, нам с вами, дорогие друзья, не из страха, а имея разум, надо готовиться к грядущим событиям. И сегодня у нас прекрасный проводник Дока в экстриме. Он и будет готовить сегодня вкусное, необычное блюдо, которое ему подарила сама природа. Так давайте же пригласим его в нашу огромную вегетарианскую просторную студию. Сергей, заходите, пожалуйста. Что мы сегодня будем готовить? У йогов принцип, знаете, по чакрам перечислить. Мулатхара. Как-нибудь есть, чтобы не есть, как-нибудь пить, чтобы не пить, как-нибудь греться, чтобы не греться, как-нибудь дышать, чтобы не дать, как-нибудь думать, чтобы не думать. Йоги друг друга спрашивают, когда они встречаются в Гималаях, а ты что? Устыдить, чтобы. А ты что, каждый день ешь? Нет, я раз в неделю. А ты? А я раз в месяц. Так что вот так. А вы сколько раз едите? Я обычно через день ем, через два. В паузе не ем, не ем, не пью. А когда-то в молодости проверил этот режим, он мне прям как от бога снизошел. Я сразу пять дней без воды, без еды, еще раз пять дней, еще раз пять дней. Потом в месяца три прожил и такой вот стал худой. Ну, конечно, в молодости больше худеешь, желтая кожа стала чуть смуглая, как у вас. Вот, глаза белые. Ну, это им каждый день много. Зубы белые просто стали. Я просто вообще обалдел. У тебя очищение просто. Красиво, да, такое чистое, да. Я назвал это огненный режим. И когда не ешь, не пьешь, на третий день становится сладкая слюна. Это у меня, ну, если чистый организм. Бывает на второй день, а потом у меня вообще сладкая слюна стала чуть ли не каждый день. И даже когда, в тот день, когда я ел, и у меня вообще появилось такое впечатление, что просто я какой-то нектар пью. Ну, понятно, что я набожный человек, и все, а тут чистый организм, и все время сладко. Мне многие говорили, ой, у тебя руки синие, ты зимой ходишь, у тебя скоро начнутся волдыри, у тебя будет гангрена, а потом ты не ешь, и вот у тебя сладкая слюна, это у тебя сахарный диабет. Уже все поумирали, те, у меня 60 лет, те, которые меня это все предвещали. Вот такая история. Так, ну так с чего же нам начать, чтобы организм не осквернялся продуктами, и чтобы мы чувствовали силу, бодрость, красоту и здоровье? Каждый должен попробовать как-нибудь завтрак передвинуть в обед, соединить с обедом, постепенно, по 10-15 минут каждый день, сдвигать в тумбах и соединить, уже два раза в день ешь. Потом обед, вот этот вот, передвинуть к ужину и ужин чуть-чуть подвинуть. И есть это во второй половине дня один раз в день. Наши древние ели так. Я представляю, мы забираем столько наслаждений у наших зрителей, мы же наслаждаемся, когда кушаем. Вот я вечно приезжаю. Ну, я думаю, что больше наслаждения, когда мы не кушаем, потому что полет, я тоже сидела на сыроедении, и вообще полет мыслей, энергии гораздо больше. И более дружелюбные люди становятся. Ну, надо перерывы делать, честно говоря, вот все-таки через день может обычный человек есть. Почему нужно каждый день есть? Кто нас заставляет? И вообще все эти наслаждения, это не теще наслаждения, можно наслаждаться природой, красотой, еще там творчеством писать стихи, там еще там что-то такое. Найти другой метод насыщения, как говорят, древняя мудрость. Супер! То есть мы можем кушать, не употребляя привычные продукты питания. Мы можем кушать энергию с природы. Я знаю, что есть солнцееды, да? Да. Есть еще более простой способ, есть метод очищения в йоге, но я не буду рассказывать, где йоги втягивают воздух, и они по полгода голодают и промывают воздухом желудок, и вообще втягивают по сотне литров воздуха, пропускают через себя, и уже воздух начинает усваиваться. Я на себе проверил просто. Я не могу это с телевизором, потому что это секретное упражнение йоговское. Я не могу по телевизору и там с большей залой, а так конкретно с человеком набожным, я ему покажу этот метод, как питаться воздухом. И уже когда человек питается воздухом, он начинает усваиваться где-то со второго, с третьего дня. Первое время он чистит тебя. Ну, там, ты плаваешь, как поплавок, никогда не можешь утонуть. В общем, масса полезного. Ну, и, в общем, после этого этот воздух начинает усваиваться. В воздухе есть, значит, водород, кислород, углекислота, вода и азот. Это составные части белка, если посмотреть формулы. Ну, если, дорогие друзья, у вас еще не пропало желание чем-нибудь покушать, то мы вас научим, как кушать так, чтобы не зацарять свой организм и оставаться легкими, подвижными и жизнерадостными, да? Ну, да. И что мы сегодня будем готовить? Что мы будем кушать? Как правило, если я... Я просто рассказываю свой режим. Я не знаю, что я буду навязывать кому-то, кто-то попробует. Конечно, не только я так, и многие йоги, там, Порфирий Иванов так питался через сутки, через двое. То есть в тот день, когда ты ешь, в принципе, ты без ограничений ешь, ну, то, что ты обычный. Но в конце концов все равно переходишь на сочное и на натуральное. Супер, на живое. То есть, да, меня вот так как-то спросили, вот, а что ты ешь? А я говорю, я не ем, я не ем животных, но я ем живое. Испугал их. Ну, все живое. Это фрукты. Я первую очередь, я там, гора апельсинов. Наемся апельсиновый, все. У меня в Москве, когда-то, 20 лет назад называли апельсиновый человек. В мороз бегает, и один раз в день только апельсины ест. Конечно, я тогда похудел, и все. Ну, а сейчас я вообще даже перестану, ну, с возрастом, в принципе, оно все накапливается. Поэтому всем взрослым вот с возрастом не нужно столько есть. Надо уменьшать и рацион, и сводить его постепенно. Все, потому что организм с возрастом много втягивает. Поэтому можно и дольше перерывы делать ежду. Через день, через два есть. И более легкую пищу есть. Ну, мы сейчас присядем, потому что стоя говорят, кушают только лошадь. Давайте. Давайте. Так, у нас килограмм огурчиков, килограмм апельсин и килограмм помидорок. То есть, значит, весь процесс заключается в том, что мы просто это не готовим, а срываем, моем и кушаем. Ну, в общем, для всех, конечно, полезнее есть в цельном состоянии. Тогда будет цельное состояние духа, цельное состояние души и вообще будет исцеление. Поэтому, когда человек не ел уже там, допустим, сутки, двое, трое, конечно, ему, если он не пил воды, ему захочется прямо цельный апельсин, прямо целиком все это сочное попить. Мы тоже вот эти огурчики только что сорвали с грядки и помидорки. То есть, просто берешь и кушаешь, а помыть? Конечно, грызь и все. Если нет возможности. Если оно совершенно чистое, то, в принципе, даже и мыть нельзя, не нужно. Потому что вот так вот протер, у нас там липидный слой и наше поле, и мы там, так сказать, с молитвами орошаем, все это вытирается и все нормально. Это становится вкусно и уже готово к употреблению. Конечно, потому что мы уже потрогали и все. То есть, Сергей Иванович, мы готовимся к экстремальным условиям, которые могут быть в связи с нарушением экологического слоя, в связи с военными действиями, теоретическими акциями. Да, да, сейчас это страшно. То есть, ну, готовь, а если вообще ничего не будет кушать? Прятаются, бункеры строят и то и все. Конечно, если ты живешь божественной жизнью, учишься сам как-то сливаться с этим делом, тебя, во-первых, меньше это коснется, во-вторых, ты уже будешь подготовлен к этому экстриму и к этому, так сказать, вообще к этим тяжелым условиям. То есть, если человек уже до этого, понимаешь, раз в неделю ел, раз в месяц, там и часто проверял вот так, без пищи и без воды, даже без воздуха и не дышать, я что-то рассказывал. То он проще воспринимается, у него настолько чистый и, так сказать, сильный организм, что он выдержит все эти вот перегрузки. Но они будут перегрузки? Ну, будут, конечно. Это предсказывали все пророки, что периодами бывают, эпохи перемен, эпохи войн и всякое такое. Это может быть, потому что очень много агрессии. Вот агрессия раз, жадность и все остальное, это на последнем месте. Агрессия в первую очередь. Если у человека, допустим, вот святые люди, вот они имели ноль агрессии, нулевую. Если у человека нулевая агрессия, там тебе даже медведь подойдет, он не будет понимать, ты НЛО, ты как металл для него. Он будет смотреть на тебя там и просто ощущать, да, да, вот как, ну, как Сергей Радоневский. Ему же медведи подходили и помогали бревна носить. Понимаете? То есть внутреннее состояние. Внутренней агрессии нету, да, тебя никто не тронет никогда. Ты не пища, и ты не жертва, и в тебя никто не выстрелит. Ну, тем не менее, мы сегодня в рамках нашей передачи должны что-то приготовить. Я в шоке, я не знаю, что мы будем готовить. Это мы просто так едим. Показывать, как разжевывать, я думаю, не надо. Давайте мы какой-нибудь энергетический коктейль тогда приготовим. Традиционно, конечно, я заряжаюсь, как правило, если я, когда не ем, вот те дни не ем, день, два, я, как правило, молчу. Я не хожу ни на телевидение, ни на сцену, там, не общаюсь, там, с людьми и все, и в том числе те люди, с кем я беседую, меняюсь, там, я, как правило, молчу, я стараюсь молча. В эти дни просто нужно не социальную такую деятельность. То есть человек, если не ест, так что же он не может отдыхать? Я своим внутренностям так вот говорю, ничего не получишь, спи. Ну, иногда, когда чувствую какой-то такой вот дискомфорт и все, в крайнем случае, поделаю пронояму. Вот как втягивать воздух, это я уже персонально показываю, как пить воздух, а можно просто обычные дыхательные упражнения. Вот прикройте глаза и послушайте. Субтитры сделал DimaTorzok Вот это, друзья, 10 вдохов-выдохов, ну, 108 йоги делают, ну, обычному человеку 10-20, если давление, ну, хотя бы 5-6-10, 3 вдоха делают тебе. И что происходит, какова физиология? Это настолько интенсивно, нужно очень, это называется кузнечная меха. Это традиционно все йоги знают, но мало используют. Но оно хорошо, так сказать, заряжает человека, встряхивает все энергии и, в общем, даже если движение, да, питание, даже если у кого-то травмированные там руки и всякое такое, если он двигается интенсивно с руками, вот это, у него проходят все эти вот болячки, связанные с суставами рук. То есть вместо, допустим, традиционного завтрака или обеда, прежде чем пойти на кухню, попробуйте сделать это упражнение. Возможно, вам не придется нести больших растрат, даже финансовых. Ну да, ну, в принципе, нужно нанизывать, конечно, нанизывать на какую-то молитву, потому что молитва работает. То есть ты подразумеваешь вдох-выдох имя Бога какое-то. Иисус, например, Иса, на выдохе И, на вдохе А. А почему это так взаимосвязывается? То есть это мысль тут работает? Да, все работает. Это не мысль, наоборот, отстранение мыслей, и работает какая-то непонятная, так сказать, включение, концентрация работает. И включение веры. Просто тут сам Бог тебя питает. Каждое дыхание должно славить Бога. Вы говорили, предварительной беседе, что вы можете интервью даже давать, стоя на голове. Ну, это без проблем. Я один раз такую давал. Свечку поставили, на столе стоял, в студии, все замерли и не знали, что спрашивать. Как вы думаете, чем же завершится ваш такой поиск? Ваши планы на будущее какие-то? Да у меня как такого поиска нету. Ну, раскрытие, узнавание, жизнь. Живу спонтанно, естественно, и как можно больше отдавать, рассказывать, потому что люди, как обычно, в общем, живут. Семья, работа, бегает туда-сюда, какая-то, как белки в колесе. У меня друг приезжает в Москву, он мне сегодня говорит, бетономешалку остановил. Вот это главный вопрос. Главное, это остановить вот эту дурацкую бетономешалку, а мысли придут, от Бога, с восхождения, все это придет. И главное, вот образ жизни, он должен быть естественный. В Ведах такой же образ жизни был, наши древние славяне также жили. Это все, естественно, спонтанно. И на природе, и плюс все натуральное. А у нас получается... И не защищаться от природы. Каждый из нас каждый день изобретает велосипед. Он берет свои 11 рублей, едет на автобусе или на маршрутке, или на машине на работу, работает, он возвращается, чтобы снова утром встать и ехать на работу. Какой смысл, да? Ну да, 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 да. И даже перерывы. То есть можешь... Тогда, когда ты не ешь, ты можешь и не работать. Ну кто заставляет нас есть каждый день и кто нас заставляет каждый день работать? Кто нас заставляет столько потреблять, столько всего-всего-всего, а потом лечиться? У вас есть мечта? Мечта? Вот так меня тоже самое спросили дурацкие. Мечта? У меня мечта есть и пить один раз в неделю. А потом один раз в месяц, да? А потом один раз в месяц, да? Сколько можно? А 300 лет, 500 лет это можно спокойно жить. Если один раз в неделю ешь, то 300 лет живешь. То есть организм на самом деле затрагивает очень много ресурсов, да? Понижается температура, спокойнее становишься. И в те дни, когда не ешь, то нужен более спокойный режим, более священный. Конечно, более какими-то такими отрешенными делами, не социальными. То есть действительно, человеческий организм, он напоминает какую-то перерабатывающую фабрику. И у этой фабрики, естественно, есть процесс, бремя со временем, она изнашивается. Также наше тело, чем меньше оно будет работать, потреблять и переваривать, тем, естественно, организм будет моложе, более сильный. Дорогие друзья, сегодня никакого рецепта не будет. Устройте выходной день для своего желудка, в конце концов, и для кишечника. Сколько он может на нас уже работать? Ну да, 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 потому что получается химическая фабрика, которую мы практически все время загружаем, загружаем, загружаем. А когда же будет этот вот день, субботник, когда мы будем развозить этот мусор, вывозить это все? Вот для этого существуют чистки, промывки кишечника там снизу, отсюда там рвотное всякое делать, промыться насквозь. Или вот так вот пропускать воздух насквозь, оно вычищает все. И он безвредный, он слизистую не нарушает. Это самое аристократическое упражнение в йоге вот это, ватасарадхоути называют. Сергей, что бы вы сказали людям, которые сейчас смотрят нас из экрана и говорят, что все это ерунда, открывают холодильник и продолжают включать? Все очень просто. Меня это часто спрашивают. Большинство людей и наша цивилизация, она рассчитана и, значит, нацелена через рекламу, через все на наслаждение. Но есть же наслаждение, а есть страдания, а есть же что-то между ними. Если вы будете жить только наслаждением, вы потом получите отрицательную сторону с таким ударом, что вас просто сметит от земли. Поэтому надо понимать, что нужно получать, если ты ешь сладкое, то есть горькое. Если ты ешь, то ты тогда когда-то и не ешь. То есть надо как-то, если ты дышишь, когда-то попробуй не дышать. Вот как это вот люди, которые ныряют, измененное сознание получают. Они так на пределе просто не дышат, но там они насильно пытаются. А человек, который мало ест, мало пьет и там даже не греется замерзший, у него и дыхание может совершенно спокойно замедляться. Особенно если у него успокоенное сознание, все начинается в йоге с успокоения ума и сильная концентрация на чем-то одном. Вот это принцип йоги. Без этого к йоге приступать нельзя. И оно полезно для любых людей. То есть это и обычная жизнь. Концентрация плюс расслабление всех наших душ, тел и всех. То есть хотя бы нужно попробовать, чтобы достичь какой-то концентрации, поменьше говорить или вообще попробовать один день взять обид и не говорить. Да. То есть тоже очень много энергии уходит через речь. Да, да, да. И тоже изменится по виденному состоянию. У нас энергия это останется внутри организма. Ты потом, если ты начальник каких-то, так сказать, каких-то организаций, ты потом выскажешь, и твои слова будут, у тебя укрепится вот эта вот энергия вишутки, горловая. Ты так скажешь одно слово, что оно подействует просто как молния. И оно правильное будет. И оно не будет разрушать, но оно даст, так сказать, ростки. Гораздо больше, чем болтать каждый день. Да, на самом деле, что и людей, которые меньше говорят, их гораздо внимательнее слушают. Я вспомнила одну историю, когда трое монахов собрались на берегу реки и стали медитировать. И прошла неделя, и один из них сказал, посмотри, как прекрасно восходит солнце. Через месяц другой сказал, да, это прекрасно. Но через год сказал третий, вы сюда пришли медитировать или болтать? Поэтому, дорогие друзья, да, образ жизни у всех разный, но надо стремиться к чему-то новому. Может быть, для вас еще не познанному, но это к естественному. Это, несомненно, принесет благо. Ну да, и брать лучшие моменты от меня, от любых других таких вот волшебных людей. Я таких очень много встречал. Я не один, этого много. И тем более молодежь, маленькие дети рождаются у нас, всякие индига. И в заключении нашей программы, дорогие друзья, специально для вас, специальный совет от Сергея. Как начать новую, красивую, счастливую, гармоничную жизнь? Сереж. Нужно произнести, вот как только ты встал правой ногой, это ведическое правило, на землю с кровати, нужно произнести какое-то любимое-любимое свое божественное слово какое-то. Ну, индусы произносят мантру, я тоже мантру. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...